Рыбный день. Больше 10 балхашцев оштрафовали за незаконную рыбалку. Без отрыва от учебы в Балхашской школе заработал стоматологический кабинет. Лечение проводится не осложненного кариеса. Скорая на помощь. Сколько времени после вызова ждать врачей? Сегодня работники ТЭЦ обсуждали новое послание президента. С тепловиками встретились депутаты Маслихата и рассказали, что ждет Казахстан в эпоху Четвертой промышленной революции. Первая стадия промышленной революции началась, когда люди изобрели паровые люди. В своем ежегодном послании глава государства Нурсултан Назарбаев отметил, что в новое время нас ждет множество изменений технологических, экономических и социальных. Новый технологический уклад кардинально меняет все. Поэтому казахстанцы должны быть готовы к переменам, чтобы войти в тридцатку развитых стран мира. Подробно с тепловиками обсудили пункты, связанные с промышленностью. Индустриализация должна стать флагманом внедрения новых технологий. Необходимо продолжать развитие ресурсного потенциала и переходить на цифровизацию процессов. Затронули также социальные темы – медицину и образование. Послание президента, он как бы смотрит в далекое будущее. Мы хотим в тридцатку развитых стран быть. Но для того, чтобы начать понимать, какие мы должны технологии. И вот эти 10 приоритетов он расставит. 12 балхашцев с начала года штрафовали за незаконную рыбалку. Четверых задержали с начала февраля. Жители Балхаша рыбачили без путевок. Браконьеров с удочками поймали на побережье возле поселков Тронгалык и Чувар-Тюбек. Все они рыбачили без путевок и объяснили это тем, что не знали о необходимости документа. Правоохранители отговорки не приняли и выписали каждому штраф почти в 25 тысяч тенге. С сегодняшнего дня полицейские ищут браконьеров в районе города Приозерск. Балхашскую зону продали за 12 миллионов тенге. В течение месяца закончится процедура передачи территории и помещений в частные руки. Напомним, учреждения АК-15921 закрыли в ноябре 2016 года. Заключенных распределили в исправительные учреждения Казахстана, а работников колонии перевели на службу в правоохранительные органы. Территорию и здания передали на баланс городского акимата. В ноябре прошлого года зону АК-15921 оценили в 22 миллиона 600 тысяч тенге и выставили на торги. Аукцион проходил в электронном формате на сайте Госреестр. Участие в нем приняли 6 человек. Найти нового хозяина удалось в третьей попытке. За 12 миллионов его приобрел балхашский предприниматель. Какой проект там реализует владелец, неизвестно. Изначально один из претендентов собирался построить на территории завод по переработке мусора. Сейчас идет процедура подписания протокола и договора. В течение месяца полная оплата с учетом гарантийного взноса. И далее поставщик уже приступает. Мы продали полностью имущественный комплекс, который состоит порядка из 30 объектов. В Казахстане самый дешевый бензин в мире. К такому выводу пришли эксперты РИА-рейтинг, которые исследовали мировой топливный рынок на начало 2018 года. Литр АИ-95 в нашей республике стоит 178 тенге. И это самый минимум. На втором месте по дешевизне топлива идет Беларусь с ценой в 210 тенге. Третью строчку рейтинга заняла Россия. Самый дорогой бензин – 626 тенге в Нидерландах. По расценкам на дизельное топливо Казахстан стал вторым после Беларуси. За год цены на горючее выросли в среднем на 20-25%. Эксперты также подсчитали, что на среднюю заработную плату гражданин нашей страны может купить примерно 854 литра бензина. В таком соотношении Казахстан на 16 месте по цене. На первом месте по этому показателю Люксембург – почти 3000 литров. В Казахстане внесли изменения в правила работы бригад скорой помощи. По ним пациентов разделили на четыре категории срочности и прописали время прибытия. Действовать поправки начнут с 15 февраля. Категории присваивают в зависимости от состояния пациента. Самая срочная – первая, когда есть угроза жизни. По такому адресу врачи должны прибыть в течение 10 минут. 15 минут отводится для больных второй категории. Если без оказания медицинской помощи есть угроза здоровью, а не жизни, бригада будет ехать полчаса. А к хроническим больным и вовсе – около часа. К слову, последних пациентов какое-то время перенаправляли в экстренные службы при поликлиниках. Но сейчас они снова попали в список подопечных скорой. А при угрозе жизни самих врачей обслуживать вызов с ними будут правоохранители. С полицейскими фельдшеры выезжают к буйным и психически больным людям. В 15-й школе лицея заработал стоматологический кабинет. Теперь школьники смогут проходить профилактический осмотр и лечить зубы, не отрываясь от занятий. Необходимое оборудование завезли в конце прошлого года. Сейчас нашли специалиста, который будет следить за здоровьем зубов школьников. Продолжение у Акмарал Хасины. Стоматолог Гульнар Куанжбаева принимает пациентов на новом месте. Опытный специалист больше 30 лет проработала в заводской поликлинике. Теперь медику доверили детские зубы. С начала года стоматолог осмотрела больше 300 школьников. Почти половине из них потребовалось лечения. Лечение проводится не осложнённого кариеса. Это поверхностный кариес, средний кариес и лечение глубокого кариеса. Если есть осложнённые формы кариеса, тогда детям пишем направление баха-стоматологии. Оборудование в новом кабинете тоже новое. Современные кресла стоимостью больше миллиона тенге установили два месяца назад. Деньги выделил бюджет областного здравоохранения. То ли интерес к новой технике, то ли возможность прогулять урок привлекла пациентов. Но сегодня даже образовалась очередь. У меня раньше не болели зубы. Но я ехал в Караганду, чтобы поставить брекеты. Теперь мне не надо это делать. Я могу сделать это в нашем медпункте, а именно в стоматологическом медпункте. Я очень рад, что у нас открылся стоматологический кабинет. Если зубы заболят, пойду лечить зубы туда. Чтобы не лечить, а предупредить, стоматолог проводит беседу с учениками и рассказывает о правилах гигиены полости рта. Напомним, в прошлом году стоматологические кабинеты появились в пяти школах города. Четыре из них еще не открыли из-за нехватки специалистов. Балхашские выпускники могут получить льготы для поступления в медицинский вуз. Карагандинский государственный медицинский университет приглашает будущих абитуриентов на Олимпиаду по биологии и химии. Ее победители получат дополнительные баллы и стипендию от учебного заведения. Проверить свои знания могут учащиеся 10-11 классов. На выбор один или два предмета – биология, химия. Олимпиада пройдет на государственном и русском языках. Участие в ней бесплатное. Для школьников два тура – отборочный и заключительный. Первый состоится 3 марта, а учащиеся с максимальными баллами допускаются к заключительному туру. Он пройдет 7 марта и будет состоять из практических заданий по предмету. Победители с дипломом первой степени наградят семестровой стипендии от вуза. Обладатели диплома второй и третьей степени получат преимущество при поступлении. Их зачислят без прохождения собеседования. Школьник должен подойти к руководству, который подаст заявку. А регистрацию они будут проходить уже к началу Олимпиады. Опаздывать нельзя. В Олимпиаде могут участвовать школьники, имеющие по профилирующим предметам, в частности по биологии и химии, 4 и 5. Соревнования со вкусом. В Балхаше объявили конкурс на самое лучшее национальное блюдо. Помериться кулинарными навыками приглашают как профессиональных поваров, так и любителей. Заявки принимают во Дворце культуры до 20 февраля. После проведут жеребьевку, на которой каждый участник получит свое вкусное задание. Время продумать рецепт есть до конца месяца. Сам конкурс пройдет 1 марта во Дворце культуры. Готовые национальные блюда будут оценивать жюри. Победители ждут призы и подарки. Мы приглашаем участвовать на конкурсе всех ресторанов, кафе города, также индивидуальных предпринимателей, которые готовят дома. Заявки принимаются в отделе культуры и развития языков до 20 февраля. На сегодня все. Завтра выпуск начнется в 20.30. Мы подведем итоги недели и расскажем о самых важных и интересных событиях. Всего хорошего. До свидания.